Есть люди, которые едят книги просто, да, которые живут книгами. Антиутопия – это всё-таки такой конструкт. Мы в теме про вьетнамскую войну, про сексуальную революцию. То есть, чем больше травма, тем лучше искусство. Хочется повеситься, кишка тонка. Что-то не хватит мне пока на это силу. Всем привет, это Гриша Мастридер. С вами YouTube-шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях Яна Вагнер. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вы в одном интервью сказали, что сериалы сегодня – это новые романы, новая большая форма. Ну, это достаточно уже распространённое высказывание сегодня. Хотел начать с того, что спросить вас, как любителя сериалов, что вы сейчас из недавнего можете посоветовать? Ну, во-первых, последний фарга надо обязательно смотреть. Это, правда, действительно потрясающе. Сейчас, конечно, все идут в определённом тренде каком-то, там непременно в центре повествования чернокожие персонажи и так далее. Но они отлично сделали историю противостояния нескольких банд – итальянская банда, ирландская банда и чернокожая банда. В начале XX века, словом, это просто чистое счастье. Смотришь и радуешься. Ну, и «Behind her eyes», например, можно посмотреть. Это что за сериал? Это английский мини-сериал с таким неожиданным твистом в конце. «В её глазах», по-моему, называется по-русски. Из недавнего, буквально вот позавчера закончила. Смотреть тоже очень нечего. Понятно. Слушайте, ну, видно, что вы, конечно, глубоко погружены. Ну, и понятно, логично, что у вас и экранизируются активно ваши произведения. Глубоко погружены в сериальную индустрию. Распространённый сейчас мнение не только то, что это новые романы, а то, что старые романы, собственно, со временем отойдут полностью на задний план и останутся только какие-то визуальные произведения искусства. Нет, нет. Не согласны, нет? Нет, конечно. Почему? Ну, это такая, знаете, апокалиптическая теория, что книжка скоро нас покинет, и это, на самом деле, давнишняя очень история. Все всё время пророчат всяким видом искусства какую-то неминуемую гибель. Сначала все пророчили гибель балету и опере, потому что появился драматический театр. Потом все решили, что театру конец, поскольку наступает кинематограф. И никуда не делся ни театр, ни балет, ни опера. Всё на месте. Но мало кто ходит сегодня на балет, например. Поверьте, что достаточное количество – это элитарное искусство, конечно. Я не хожу, например, на балет. Я не люблю оперу. Но я, в общем, не могу сказать, что я такой уж прямо театрал вообще. И, тем не менее, это очень популярное, очень самостоятельное, независимое и вечное искусство. А уж литература-то, боже мой, никуда она от нас с вами не денется, конечно. Почему? Потому что, ну, смотрите, да, сериал – это новый роман. Да, конечно, очень много пространства вот этого, которое есть в сериалах, наконец-то позволяет рассказывать истории длинно, истории с огромным количеством нюансов, деталей, мелочей. Это даёт дикая совершенно простор для драматургии, которую не впихнуть в полтора часа полнометражного кинофильма. Но воображение-то всё равно остаётся за кадром. То есть вы смотрите интерпретацию, которую предлагают вам другие люди. Ваше воображение, безусловно, задействовано, конечно, кино точно так же. Жмёт нам на все эти кнопки, высекает из нас эмоции, но это совсем не то же самое, как когда вы читаете книгу. То есть это самостоятельное сотворчество человека, который читает книгу вместе с автором, потому что он дорисовывает столько всего. Из текста мы берём гораздо больше, чем из любого другого искусства, ну разве что музыку ещё отдельно, да? Потому что музыка вызывает ассоциации на другом уровне. А вот из такого словесного искусства литература самую большую свободу нам даёт, наверное. Ну и без этого никак нельзя. А вы уверены, что без этого никак нельзя? Вдруг 21 век будет эпохой, когда фантазия утратится у людей? Я смотрю, вам хочется похоронить прямо книжки. Ну просто есть определённый тренд в эту сторону, разве нет? Мне это не хочется, конечно. Я думаю, что нет. Дело в том, что, ну да, действительно, аудитория книг, допустим, по сравнению с периодом 100 лет назад, ужалась чуть-чуть. Но не сильно, потому что 150 лет назад просто не было столько грамотных людей, если вы подумаете. Поэтому так или иначе примерно одно и то же количество людей на протяжении всего существования литературы постоянно читает книги. Есть определённая категория людей, которые читают одну-две книги в год, и это тоже хорошо. А есть люди, которые едят книги просто, которые живут книгами. Вот вы сказали, что вы... Я вот ем книги, да, да. То есть мне бы без них... Я при этом глотаю сериалы точно так же. Я бинч-вотчер вот этот, который я могу сесть и за двое суток посмотреть с красными глазами там что-то, чтобы прямо вот не снимать руку с пульса. Но и читаю я точно так же. Ну то есть мне бы было очень грустно. И я думаю, что я настолько неодинока в этом, что ничего, не волнуйтесь, не храните книжки, всё, с ним будет хорошо. Когда вы успеваете выделять время на чтение? А я слушаю. Аудиокниги? Я уже очень много лет слушаю аудиокниги, причём начала ещё, когда не было такого количества аудиокнижек на русском. Этот же бум начался, ну я не знаю, сколько точно, ну лет пять, может быть, семь назад, да, и было довольно мало книг озвучено профессионально. Любительские озвучки не всегда бывают хороши. У меня компьютер читает прекрасно. В Маке, например, есть замечательный русский голос Милена, который читает с таким лёгким майкопским акцентом, но, в принципе, очень внятно, очень мелодично и очень грамотно. Заодно два-три раза за главу у неё, может быть, не совсем правильное ударение. Я даже так могу слушать книжки. Ничего себе. Да, так что я слушаю. У меня просто нет времени особенно читать глазами, а потребность в том, чтобы читать, есть и довольно большая. Поэтому я вот сейчас к вам ехала, слушала книжку, обратно от вас поеду, буду слушать. И пока я там что-то делаю дома, например, и так далее, я всё время слушаю. У меня в ушах всё время книжка. А что слушали? Пока ехали. Сейчас я слушала «Фарфор». Есть такой писатель Юрий Каракур. Твой дебютный роман вышел только что буквально в издательстве «Астрель». Такая книжка о детстве, о советском провинциальном детстве. Нежнейший текст какой-то удивительный совершенно. Такой, знаете, несовременно прекрасный. Вот я его слушаю. А вы не думаете, что это всё-таки другой тип восприятия? Что когда вы читаете глазами, вы как писатель ещё тем более должны больше подмечать каких-то приёмов работы с языком и так далее, чем на слух. На слух всё-таки по-другому воспринимается? Во-первых, у нас у всех совершенно разный, в принципе, способ усваивать информацию лучше. Есть визуалы, которым надо глазами. Ну, как вы запоминаете в школе, да? Вот помните вот эти шпоры, когда кто-то обязательно должен был раскрасить и подчёркивать, а кто-то должен был вслух проговорить, потому что когда он слышит, он лучше воспринимает. Вот я аудио, мне лучше, кстати, даже, наверное, на слух воспринимать. Я знаю людей, которым труднее даётся. Я знаю людей, которых бесит скорость низкая, потому что я тоже, например, глазами читаю в два раза быстрее, чем слушаю. А вы ставите на х2 или х1,5 скорость? Мне неудобно перед чтецами. Ну, то есть я, допустим, машину могу поставить на побыстрее, да? Если это читает компьютер, тогда мне перед ним не стыдно. А тут, представьте, человек старался, начитывал. Я видела, как это происходит. Слушайте, это невероятно сложная работа. Я даже один раз начитала сама такую небольшую повесть свою, и, в общем-то, мы часовой текст записывали пять часов. Это прям трудно. Поэтому, ну, как перематывать? Это нехорошо. Понятно. Сколько у вас получается в среднем книг в месяц вот так вот прочитать, прослушать? Ну, я на Гудритсе, поэтому мне легко сказать. В месяц не скажу, но в год я прочитываю примерно штук 70, наверное, книжек. Это не много и не мало. Это, в общем, ну, вполне приличное такое, как бы приличное количество. Ну, вы так скромно говорите. Это больше, чем, наверное, 99% людей читают. У меня есть очень много знакомых на Гудритсе. Я смотрю, сколько читают. А у вас профиль публичный? Мы можем ссылочку дать в описании, чтобы люди подписались? Хорошая социальная сеть. Я автор Гудритс, да, так что там и можно и писать. Мне проклятие какие-нибудь. Социальная сеть для тех, кто не в курсе, где можно ввести, вот как есть, кинопоиск для кино или АМДБ, вот Гудритс для книжек, ввести учет. У нас есть русский аналог, между прочим, Лайвлип. Да, но его, мне кажется, как-то меньше он известен. Ну, дело в том, что там только русскоязычная литература, да, в отличие от Гудритса, где на всех языках можно найти и все издания, и посмотреть. Это как АМДБ для кино. АМДБ и кинопоиск. Ну, я сам недавно, кстати, стал тоже вести Гудритс, удобная штука, чтобы отслеживать. Да, чтобы не читать одну и ту же книжку второй раз. Смотришь, а, я же читал. Вот еще одна ваша цитата. Вы говорили, что ваш главный источник вдохновения это чужие книги, собственно, поэтому вы их едите. И вот давайте поговорим про чужие книги, про книги, которые вас вдохновляют. Давайте. Я думаю, что позволю себе, вы меня поправьте, если это неправильно, позволю себе разделить ваши до сегодняшнего момента вышедшие романы на две группы, на «Антиутопии» и на «Герметический детектив», то есть первые две книги. Ну, там, да, нечего особенно делить, их всего три, поэтому две, это не «Антиутопия» все-таки. «Антиутопия» посложнее жанра. Это просто, я написала две книжки про «Конец света». Это попроще. Пост-апокалипсис. Ну, да, да. Хорошо, что ты так назовешь. Вот я хотел подробнее поговорить про вот ваши... Про эти жанры. Ваших любимых представителей этих жанров. Давайте начнем как раз вот с пост-апокалипсисов, с «Антиутопией». Все-таки, ну, интересно, что конкретно на вас повлияло. Я вот когда читал, мне пришло в голову «Кормак Маккарти», например, «Дорога». Маккарти люблю, но «Дорога» у него не самая моя любимая. На меня, скорее, знаете, я очень маленькая была, ну, в детстве, прочитала «День триседов» Джона Уиндома. Есть прекрасный англичанин, который написал давным-давно. Это про растения, которые там... Это про ходячие вот эти растения, про то, что все человечество ослепло, остались только те зрячие, которые не смотрели на, значит, вот этот вот метеоритный дождь. Это невероятная книжка, отличная. И она, во-первых, это один из практически основоположников жанра, потому что вот прямо вот в чистом виде она очень давно написана. Это прямо вот середина XX века. А во-вторых, она очень человечная. Там герои не супермены, а такие обычные люди, мужчина и женщина встречаются случайно. И вот там как раз то, что я люблю в таких историях, да, там очень жизненная история, спокойная такая, без движухи такой, прямо чрезмерной, кинематографичной. Ну, потом я люблю... Я легенда Мэдисона. Ну, конечно, Стивен Иванович Кинг, куда без него, да, там он... У него есть дистент, конечно, да, он не сказать, чтобы это был прямо пуст апокалипсис, это скорее, опять же, все равно такая с мистическим уклоном, но тем не менее все равно старый добрый вирус, прекрасно. А вот классические антиутопии насколько на вас влияли? Ну, вот Замятин возьмем, Орвел, Хаксли. Вот видите, это совсем другой жанр. Я люблю их, но они не могут повлиять на... Они не могут подтолкнуть тебя к тому, чтобы сесть и написать историю о конце света. Антиутопия – это все-таки такой конструкт. Это философский труд, я бы сказала, да, это очень серьезно. За это надо браться только если ты действительно в себе очень уверен, иначе получится какая-то фигня комиксная, да. А нужно сделать всерьез, и для этого нужно взять какую-то тенденцию в обществе какую-то, да, и докрутить ее до какого-то абсурдного максимума, так, чтобы она вдруг изуродованно как-то, утрированно, карикатурно повлияла на все, и показать ее, да. Ну, Брэдбери там, условно говоря, вот, пожалуйста, 451 градус по Фаренгейту, вот антиутопия. Вот классическая. Оруэлл, конечно, да. Вот они, да. Но я бы не взялась, мне бы, я думаю, что кишка тонка, что-то не хватит мне пока на это силу. Ага. А что насчет, может быть, Вонигута? У него тоже есть постапокалиптические... Да, 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 Вонигут, конечно. Ну, вот он как раз один из немногих, кто относится к страшному будущему с юмором, с иронией хотя бы, да, так. Так что, да, нет, он тоже прекрасный, конечно. А что из него любите? Ну, что там, «Завтрак для чемпионов» я люблю. И экранизация чудная с Брюсом Уиллисом, между прочим. Там еще молодой Брюс Уиллис, не лысый. Так, давайте тогда еще несколько представителей жанра постапокалипсиса, что вам... Чтобы вы посоветовали почитать нашим зрителям. Почитать, почитать. Вот посмотреть, почитать я даже не знаю. Ну, давайте посмотреть. Дело в том, что то, что снимают гораздо живее, как неудивительно, чем то, что стали в последние годы писать. Дело в том, что человечество упражняется в рассказывании истории на эту тему очень давно. Вот с момента, как изобрели атомную бомбу, тут же все поняли, что конец не просто когда-то близок, он прям близок-близок, и может случиться завтра, если кто-нибудь нажмет на кнопку. И тогда все бросились писать. И, конечно, этот жанр стал немедленно гораздо популярнее, чем раньше. Если раньше это была нишевая какая-то, довольно экзотическая часть литературы, то, допустим, во второй плане 20 века это превратилось прямо в такой вот палп-фикшен, масс-маркет и прочее. И, конечно, там очень много трэша. Очень много ужасно глупого, примитивного, плоского трэша. Поэтому что посоветовать из прям современных? У них даже обложки такие, что страшно в метро ехать. Хочется ее, знаете, как-нибудь газеткой завернуть. А с кино пободрее. Ну, вот, пожалуйста, Содерберг, «Заражение чудесное». Там «Носитель» еще есть чудесный фильм, который меня вдохновил. Который я посмотрела, там тоже путешествие, и тоже масочки, и тоже кровь какая-то там и так далее. Так что сейчас говорят какие-то. Ну, «Ходячие мертвецы», куда без них. Я вообще очень люблю зомби-жанр. И сама выбрала поспокойнее «Вирус» в своих двух книжках. Но я очень люблю истории про зомби, и мне кажется, что и Ромеро, и... Кстати, вот еще Макс Брукс есть, прекрасный писатель англоязычный, который написал литературную подоснову к мировой войне Z. А, понял. Да. Причем роман совершенно другой, очень отличается от фильма. В фильме просто грустный Брэд Питт смотрит на гибель мира, и так как-то все очень красиво, но бессмысленно немножко. А, значит, роман – это такой как бы документари, псевдо-докюментари, как бы рассказывающий разные очень трогательные, эффектные истории о том, как случаются эти зомби-аутбрейкс в разных местах планеты, и рассказанные их участниками. Еще у него есть чудесный совершенно зомби-сувайвл-гайд. Это книжка... Руководство по выживанию? Серьезное, абсолютно всерьез написанное, с иллюстрациями и так далее. Руководство по выживанию в случае атаки зомби. Это прекрасная книга, очень. Такая прям академический труд. С кем лучше объединяться, где лучше прятаться, в какую сторону лучше ехать. А какой главный инсайт? Ух, я не помню, я так давно читала. Я помню только, что я хохотала, не переставая просто. То есть, это действительно позитивное чтение, как ни странно очень. Вот интересно, да, что с такой не самой позитивной темой. А как вам отечественные попытки создать постапокалипсис? Ну, тот же Глуховский и «Метро», и вот его аудиосериал «Пост». Я не знаю, вы слышали или нет. Да, да, конечно. Нет, ну, разумеется, куда без Глухов? Кстати, вот не сказала, видите, что-то как-то некрасиво получилось. Действительно, нет, Глуховский написал очень яркую историю про «Метро», да, и очень здорово вписал её в наши реалии вот эти. У меня есть вопросы к франшизе, к последующей, да, когда все друзья и знакомые кролика начинают писать, значит, внутри этой вселенной, там уже, вот это я читать уже каюсь не стала, может быть, вполне готова признать, что там есть наверняка и достойные какие-то вещи, но как только что-то превращается в какую-то серию, там сразу начинается очень много шлака. И в этом трудно разбираться. А Дмитрий прекрасно пишет, мне кажется, отлично. Я читала его в 2005-м, когда он ещё вышел, знаете, до вот этих чёрной красивой обложки АСТ-шной, его выпустило Эксмо маленьким тиражом. Такая была маленькая книжка «Малышка зелёная метро 2033», и на обложке были крысы большие нарисованы, которые по метро бегают. Вот тогда я его ещё прочитала. Интересно. Ну, давайте тогда про теперь герметический детектив, жанр, в котором написана ваша третья книга. И вы в каком-то же интервью говорили, что любите вот эти все детективы, где действия происходят в замкнутом пространстве, кто убийца, очень интересно. Интересно. Какие классные представители жанра, прям вот маст-риды, которые вы бы выделили, посоветовали бы нашим зрителям? Ну, помимо, там, наверное, 10 негритят, которые сразу всем в голову приходят. Ну, конечно, да. Кристи, понятно, причём там не только 10 негритят, там, разумеется, ещё убийство в Восточном экспрессе, там смерть на Ниле, по-моему, ещё, да, там всё вот это. То есть, либо это поезд, либо это пароход, либо это отель, либо это что-то такое. Это масты, это обязательно надо читать. Отель у погибшего альпиниста Стругацких, великолепная совершенно вещь, которая написана как пародия, как неудивительно, я читала потом про это. Они написали её за три месяца в качестве шутки. Вы читали же? Нет, не читали. Не читали? Ой, я смотрю, у вас в глазах не появилась искры, да? Это значит, что вы не читали. Я вам страшно рекомендую. Понял. Отель у погибшего альпиниста – это на стыке жанров, это такая как бы деконструкция герметического детектива. Инспектор полиции в горах, и там, значит, вдруг появляются очень странные постояльцы, и, конечно, лавина, и всё вот это, и начинает твориться всякая чертовщина. Он пытается раскрыть это как преступление, расследовать это как преступление, но дело в том, что это Стругацкий, и поэтому понятно, что там причина в другом. Словом, это невероятная книга, которая вошла в канон герметических детективов мгновенно, несмотря на то, что это пародия, шутка, и написана за три месяца. У меня это одна из любимейших книг у них, которую я перечитываю или переслушиваю, у нас её Виторган прочитал великолепно совершенно, старший Виторган, просто потрясающе. Интересно. Давайте ещё. Так, Себастьен Джапризо, это француз невероятный, умер уже, значит, в 20 веке. У него вообще, он в принципе детективщик, но такой, знаете, детективщик из таких всерьёз таких, с психологией, с драмой, с триллером, очень эмоциональный такой, хороший писатель. У него есть купе смертников про поезд. Он, можно сказать, более или менее герметический, не в том смысле, что они заперты в купе, а в том, что подозреваемых ограниченное количество. Так, что ещё? Даже не знаю. Ну, всякие, всякие Смерть под парусом. Ну, вот это классика. Дело в том, что это олдскульный жанр, понимаете? Вот, кстати, Акунин, Левиафан. В серии про Фондорина есть один роман, написанный в жанре, он же тоже очень любит играть с жанрами Акунина, и нарочно это делает. У него каждый... Разный жанр. И вот это как раз герметический детектив, и очень неплохой. Они там на круизном лайнере все вместе, и там Фондорин расследует преступление. А Шелок Холмс? У него есть разве герметические? То есть, это детективы, да. Но мне кажется, что... Ну, собака Баскервилли не у него читается. Нет, нет, не может. Там же все в одном, как более-менее... Нет, 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 это все-таки другой. Это даже не худаный, это просто, ну, как бы... Это просто какой-то другой жанр. У Эдгара По был какой-то, «Убийство на улице Морг», например, да, но это рассказ, это же не роман, да, поэтому это быстро вы прочтете, и он такой... А имя Розы считается? Понятно, что это там с историческим... Кстати, пожалуй, отчасти можно считать, потому что это, в общем, замкнутое сообщество, да, этот монастырь. Возможно, его и можно покинуть, но там особенно никуда не пойдешь, поскольку он тоже в горах и в снегу. Да, согласна, имя Розы, можно. Ну вот, видите, у нас целый список ссылки всегда в описании у нас на все книги, которые мы упоминаем. Давайте поговорим про классику, потому что вы очень много рассказываете, как вы любите современных писателей или там более-менее современных XX век. А вот кто из классиков на вас повлиял? И были ли такие? У меня с классикой... Настоящий взрослый роман с классикой у меня начался совсем недавно, после 40 уже где-то, да, то есть где-то там лет 5-7 назад. Вот я вдруг почувствовала, что наконец-то я готова понять, что мне хотели рассказать-то, собственно, с самого начала. Да, и да, я очень много для себя переоткрыла заново. Потому что, скажу честно, в школе, разумеется, все заходило очень криво и неправильно, и довольно много всего я не трогала вообще потом никогда, просто потому что остался шрам на сердце, да, от того, что мне не понравилось. И, ну, я очень люблю Толстого, конечно, раннего. Ну, раннего – это все, что, значит, до, там, условно говоря, воскресенья. Достоевского люблю тоже, вопреки вот этому разделению странному, да, там, значит, надо непременно выбрать кого-то одного. Толстого, наверное, все-таки. Трудно не любить Толстого. Он какой-то просто отдельный совершенно. Гоголя, конечно, я люблю. Султыков-Щедрин невероятный. Я перечитывала. Вот их я глазами читала, кстати. У меня старая книжка 1957 года, издательство «Дед Гиз» что-то такое. «Господа Головлёвы». И это жуткая, страшная, безысходная совершенно история про такую, знаете, дисфункциональную семью. В ней нет ни одного положительного героя. Хочется повеситься, да. Но при этом она таким языком написана, что ты хохотать начинаешь на каждой странице. Иногда целовать их при этом мелко, да, от счастья. Потому что это действительно волшебный язык. У него, как у Гоголя, вот такой же, да, прям пузырящийся, живой язык яркий. Что у нас классика? Ну, Булгаков же тоже классика считается уже, правда? Да, мы недавно как раз с кем-то обсуждали, что теперь считать классика. Я думаю, что вот этот период, он сдвинулся с 19-го где-то хотя бы ещё на там вот первую треть. На первую треть хотя бы 20-го года. Так что Булгаков – это такое утешительное чтение, комфортное для меня. «Белая гвардия», например, или там «Собачье сердце», ну и «Мастер Маргарита» тоже, да. То есть я просто там могу, вот если мне прям нужно, знаете, поставить на место что-нибудь внутри, да, я иду и читаю Булгакова, чтобы понять, как это, ну вот как у человека устроен мир. Он его так описывает, что очень там мне не страшно. Ну, не в том смысле, что это не страшные тексты, это как раз очень страшные тексты все три, да. Но мне очень хорошо с ним. То есть с этим рассказчиком мне очень комфортно. Лескова очень советую читать, между прочим. Тоже писатель, которого назначили зачем-то писателем второго ряда. А мне кажется, напрасно абсолютно, потому что он волшебный. А вот что из Лескова в первую очередь? Ну, смотрите, ну, там понятно, что все вот эти мы читали. Ну, Левшов все читали. Там Леди Магбет, Луценского уезда, там, тра-та-та, и так далее. Это мы читали в школе, нам напрочь всё отрубили этим, да, и вернуться туда будет сложновато. Но у него есть совершенно потрясающий роман, который называется «На ножах». Я его никогда раньше не читала, вот недавно совсем его прослушала, на Майбуке, по-моему. Там отличный чтец, совершенно удивительно читает ещё. И это плутавской роман, это про мошенников. Это причём XIX века, они разговаривают так, как будто они наши современники. Я никогда в литературе XIX века при всей моей любви к тому же Толстому или Достоевскому сразу понимаете, что это не сейчас говорят люди, да, манера выражаться и так далее. И это не обязательно сословные различия. У Толстого, как правило, там, конечно, в основном аристократия и духа и прочее, да, но есть же ещё и там Достоевский, у которого абсолютно другая среда, да. У Лескова обычные такие же, те же самые простые там разночинцы, всякое мелкопоместное дворянство и прочая всякая шушера, которая там собралась в крошечном провинциальном городе. И вот они там какую-то афёру мутят. И то, как они разговаривают друг с другом, то, о чём они разговаривают друг с другом, такое ощущение, что вы смотрите фильм из современности. Это реально невероятно современным языком написанная книга. И очень смешная. Почитаю. Спасибо. Вот вы сказали, что травмирует школьный опыт преподавания литературы. А что-то с этим можно сделать? Ну, как-то это изменить, по-другому преподавать эти книги? Да, надо, чтобы Дмитрий Львович Быков всем преподавал литературу в школе, и тогда у всех всё будет зашибись. Никто не будет ничего понимать тогда. Да ладно, нет. А вы смотрели когда-нибудь его лекции для школьников? Для школьников нет. Вот для школьников. Он читает лекции не только для взрослых. У него есть несколько лекций, где у него школьная аудитория. Но понятно, что дети у него начитанные. Он начитанные, да. Он в каком-то, мне кажется, преподает всё-таки в таком лицее для детишек. Там типа школы интеллектуал и прочее. Я не знаю точно. Но он же умеет зажечь. Я в этом смысле. У него даже бывают какие-то теории. Он считает, например, что мастер и Маргарита – это письмо Сталину. Я с этим не согласна категорически. Но пока я слушаю, я, во-первых, верю, потому что он харизматичный рассказчик очень. Он умеет вас затянуть в свои эти абсурдные или яркие версии происходящие. Во-вторых, просто это такая яркая любовь к литературе, что она заражает. Просто все учителя в школе должны быть вот такие. Они с тусклыми глазами и чиркать сочинения, которые они задают, если они не совпадают с какой-то официальной трактовкой произведений. Я не знаю, как сейчас в школе преподают литературу. Бог миловал. Я думаю, о школе все зависит. Я больше не возвращаюсь. Вот у меня младшие есть, брат и две сестры. В школе учатся. Как-то там нет какой-то особой любви к литературе, которая бы к ним прививалась. Я что-то сам индивидуально пытаюсь сделать, но с переменным успехом. Мне кажется, просто тут еще проблема в новом поколении. То, что даже если придет какой-нибудь суперзажигательный чел к учителям, им тяжело воспринимать вот эти, тем более там тексты какого-нибудь фанвизина там или Лескова, читать, когда есть куда более дешевый дофамин в виде ТикТока, Инстаграма и каких-то таких вещей более доступных. Конечно, это не массово. И более того, я вообще считаю, что русская классика для подростков не годится. Очень избирательно для подростков годится что-то из русской классики. То есть, и как раз, может быть, не имеет смысла заставлять людей в этом возрасте читать целиком эти произведения. Может быть, делать для них какие-то выжимки. Именно для того, чтобы просто... И главное, продать, очень грамотно продать эту историю. То есть, найти фрагменты. Боже, это же все равно всегда. Про любовь. Про она чего, а он чего. Можно найти в каждой книге какой-то конфликт очень яркий. И какую-то дилемму моральную, понятную и внятную абсолютно. Острый момент какой-то. Не обязательно изучать в школьной программе лежание князя Андрея под дубом на 16-й стране. Не обязательно. Можно найти другой момент. Можно представить «Войну и мир» как историю про то, за кого Наташа выйдет замуж. И какую-то часть аудитории этим захватить, например. Этого достаточно. Или про Анну Каренину, боже мой. Это восхитительный любовный роман. На секундочку. А преступление и наказание – это детектив. Кто убийца? Мы знаем, но тем не менее. Поймают его, не поймают. Этот Порфирий Порфейдич – такой вылитый лейтенант Коломбо, который все время стоит за дверью. И этот преступник начинает уже практически впадать в восьмерть. Все это можно рассказать как следует. И не грузить. Оставить вот это пространство для того, чтобы человек вернулся потом к этим текстам. Потому что многие не возвращаются именно из-за этой травмы. Ну, боюсь, что так. Вы сказали про русскую классику, а зарубежная? Что любите из зарубежных? Классика американская, например, она вся 20-й век. То есть, если у нас с вами был золотой век литературы в 19-м, то у американцев это 20-й. И да, там я очень много кого люблю. Это действительно, наверное, просвет, пик развития литературы мировой на сегодняшний день пока что непревзойдённый, мне кажется. То есть, первая половина 20-го века в США? Не первая половина, а даже, наверное, почти весь. Серьёзно. Ну, смотрите, Фолкнер, Селлинджер, Трумэн Капоте, Фиджеральд, я не знаю, Вашингтон Ирвинг, Джон Ирвинг. Боже, их там просто перечислять. Филипп Рот, да, словом, гора. И все они, Селлинджера назвала, я надеюсь. И вот их там, наверное, человек 30 или 40, я сейчас навскидку всех не вспомню. Ну, это вот действительно золотой фонд. А вот назовите топ-5 тогда американских произведений этого периода, вот этих авторов, что бы Вы советовали? Тем, кто пропустил этот золотой век. Селлинджера надо читать всего, потому что он нам, к сожалению, отдал совсем немного из того, что написал. Знаете, да, что Селлинджер запретил себя публиковать после того, что после этих девяти рассказов, да, и дальше всё, что он написал, оно есть, оно лежит. И 50 лет уже после его смерти его наследники не дают это публиковать. Он запретил. Там есть какой-то срок, Селлинджер, жадина. Ну, рано или поздно опубликуют, когда пройдёт какой-то срок давности. Дожить бы нам с вами до этого, да. То есть, там что-то удивительное должно быть. И очень мы этого все, конечно, ждём. Или нет. Или он в затворничестве утерял. Может быть, он как раз перечитал и решил, да, ну, что-то не дотянул я. Но всё равно интересно. Ну, это же Селлинджер. Уильям Фолкнер, шум и ярость, свет в августе. Весь Йокнопатовский цикл. Человек, который придумал округ, выдуманный округ, несуществующий в США. Населил его несколькими семействами. И всю жизнь рассказывал о них истории. Это американский юг. Это уже после гражданской войны. Это все вот эти рефлексии по поводу, значит, разорившиеся белые семьи вот эти. Их сложные, невероятно запутанные взаимоотношения с их чёрными бывшими рабами, которые по-прежнему там с ними все живут. Это такая огромная рефлексия по поводу рабства, ностальгия, чудесные, дикие драмы. Совершенно невероятные драмы. Но это всё, конечно, написано южанином. Мне вообще кажется, что южане в Америке лучшую такую... У них есть драма, понимаете? У них трагедия есть. Из-за того, что вот они прошли через рабовладение? Да, да, да. Тенниси Уильямс и Капоте как раз. И, значит, не знаю, Селлинджер, по-моему, нет всё-таки. Селлинджер не южанин. Фокнер точно. И Маргарет Митчелл туда же, да, там, конечно. И Харпер Ли, конечно, да. Это всё как раз юг. Это всё как раз вот эта проблема, связанная с тем, что они проиграли войну. То есть, чем больше травма, тем лучше искусство. Ну, это... Я не уверена, что это стопроцентная такое... Стопроцентная зависимость. Не хотелось бы, конечно. Ну да. Да, но всё-таки, конечно, сложности, трудности. Повод задуматься. Мучительные вопросы. Вот так давайте скажем. Мучительные вопросы, на которые искусство ищет ответы. Литература, конечно, в первую очередь этим занята, как правило. Идеальная почва для того, чтобы появлялось очень много умных, хороших текстов. И поэтому чем глобальнее, чем больше вопрос, тем больше людей старается его решить и штурмуют его с разных сторон. И чем больше их, тем в итоге выше вероятность, что возникнет что-нибудь великое в итоге. Какой-нибудь ответ, наконец, появится. Давайте ещё парочку американских мастридов книг. Джон Ирвинг – это один из любимейших моих писателей. Он, кстати, один из немногих до сих пор живущих классиков. Вот Филипп Ротт умер недавно. И, по-моему, чуть ли не последний. Ну, то есть, вот боюсь сейчас сказать. Да дай бог, чтобы кто-нибудь ещё остался жив. Но вот Ирвинг живой. Мир по гарпу. Молитва об Уине-Мине. Боже, у него практически все книжки. Отель Ньюхемпшир. Это удивительный писатель. Его, правда, очень-очень-очень хреново перевели на русский. Просто кровь из глаз, друзья. Поэтому, если вы можете, то желательно читать его, конечно, в оригинале. Ну, это распространённая проблема. Даже с переводами того же Селлингера. Там столько косяков. Даже у Риттера от Ковалёвой Великой. Ну, Ковалёва всё-таки. Ковалёва, мне кажется, писатель. Писатель с... Переводчик и с амбициями, и с ресурсами, и с набором инструментов писательским. Она и Вонигута же переводила. И говорят, я, кстати, не успела добраться до Вонигута в оригинале. Не было возможности сравнить. Но говорят, что есть даже у некоторых мнение, что написано по-русски лучше, чем в оригинале. Хотя, конечно, это фильтр, через который пропущен текст. И там Селлингер совсем другой. Особенно этот самый, боже мой, над пропастью воржи. Да, но там же... Он совершенно вообще просто другой язык там, и всё. Я смотрела... Я не знаю, смотрите вы, есть Армен и Фёдор такой прекрасный. Да, вот он как раз делает отличный анализ нескольких переводов. Я смотрел этот ролик хороший. Да-да-да, вот как раз над пропастью воржи. И там забавно, как мы все по-разному. Поэтому не надо читать переводы, в общем. Я что хочу сказать? Ну, согласен. По возможности не читайте переводы. Лучше читать в оригинале. Другое дело, что всех языков не выучишь. Я, например, французов не могу читать в оригинале. Немцев тоже не могу. Вы знаете английский, чешский... И всё. И русский, да. Это вот я ограничила. Я учила когда-то испанский, но из этого ничего не вышло. Так что серванты самогуток в переводе. Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате Мастридеров. Где сидят около 100 человек. Классное сообщество, ребята со всего мира. Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные Мастриды. Делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты. В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера. Ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов. И затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Понятно. Давайте тогда поиграем в одну игру, которую я играю со всеми гостями своего шоу. Называется «Лайк Бунин». Да. У Бунина была короткая емкая фраза, характеризующая его знаменитых современников. Обычно едкая, критичная. Но в рубрике «Лайк Бунин» я не обязательно прошу критиковать, но прошу тоже коротко, буквально несколько слов, одна фраза, одно предложение, коротко описать разных писателей прошлого и настоящего. Попробуем? Давайте. Толстой. Проповедник, который победил в себе писателя. К счастью, довольно поздно. Достоевский. Вопреки расхожему мнению, гораздо более сентиментальный и смешливый писатель, чем кажется. Это вы про какие его произведения? «Бесы», например. Невероятно смешная книга. Очень смешная. То есть я в некоторых местах просто действительно смеялась в голос. Это редко со мной бывает. Это правда смешно. Ну и сентиментальность Достоевского, по-моему, очевидна. Всегда эти прекрасные погибающие красавицы, эти страдающие какой-то буре чувств мужчины. Это абсолютно чистой воды сентиментальная литература. Просто он гений, поэтому он умеет подать это свое сентиментальное видение мира таким образом, что оно превращается в огромное высказывание литературное. Гоголь. Великий сказочник. Брэдбери. Больше, чем фантаст. Что значит «больше, чем фантаст»? Вы из тех людей, кто считает, что фантастика – это не настоящая литература? Нет, нет. Я как раз из тех людей, которые очень любят фантастику, очень обижаются за то, что с ней теперь сделали. И поэтому он больше, чем фантаст. Это, знаете, надежда и опора фантастики, скажем так, как и братья Стругацкие. Это столпы, которые продолжают доказывать, что это серьезный жанр. Вот давайте братья Стругацкие. Я знаю, вы их любите. Обожаю, да. Это один писатель, а не два. Да, то есть, действительно, это один писатель. Это вот… Они как близнецы. Если бы я одну главу смогла написать, одну главу, так, как у них получается, допустим, тот же отель у погибшего альпиниста «Ильград обреченный», я была бы очень счастлива, была бы самым счастливым человеком на свете. Агата Кристи. Невероятное воображение для английской леди. Вот просто невероятное кровавое воображение. Интересно было бы поговорить с ней, где она взяла это все. Джон Ирвинг. Счастье мое. Точка. Человек с самым необычным взглядом на мир, который мне когда-либо встречался. А можете расшифровать? Да. С трудом, но попробую. Он рассказывает истории на пограничные темы. У него в романах смерть родителей, проститутки, инцест. Боже мой, чего там только нету. Довольно большое количество самых разнообразных сексуальных девиаций и прочего. Писатели обязательно там у него всегда присутствуют. И при этом это самое позитивное. Один роман «Правила дома Сидора» написан об абортарии нелегальном, например. Он же «Сиротский приют». Он берет невероятные темы какие-то, мучительные, травмирующие темы, и пишет потрясающие, светлые, смешные книги об этом. Селинджер. Жадина. Потому что не отдал тексты. Не отдал, да, да. Вот отдаст тексты, тогда поговорим. Стивен Кинг. Отлично, да. Я давно хотела где-нибудь это сказать. Это один из самых главных воспевателей одноэтажной Америки. Вот этой простой Америки. Вот так ей любуется в каждом романе. В каждом романе он описывает маленький город, в котором живут люди, которые ему страшно дороги, которые ему очень нравятся. И он именно этих людей несчастных, конечно, всё время там мучает и заставляет их претерпевать всякие кошмары, но при этом он любуется и силой духа, и национальным характером, и простотой, и расписывает диалоги. Если читать его, опять же, в оригинале, у него ещё язык потрясающий. Он тремя фразами, репликами персонажа, вы поймёте, где он вырос, что он закончил, условно говоря. Воспеватель одноэтажной Америки. Ну, это, кстати, сложно в русских переводах передать как южный, например, акцент. Это даже не акцент, знаете? Там йол, когда человек говорит... Нет-нет-нет, там даже не в этом дело. Это именно подбор слов. Да, ну то есть не акцент, а именно слово потребление, скорее. Конечно, можно, можно. Мы же очень в контексте. Дело в том, что американская культура как раз у нас интегрирована абсолютно глубоко. Мы в теме про вьетнамскую войну, про сексуальную революцию, про 70-е, про то, как там 80-е проходили. Мы прекрасно представляем себе и музыку, и кинематограф. Для нас нету никаких товаров, которые мы бы не узнали, там, от шоколадок до алкоголя, да, там, и сигареты и прочего. Мы всё знаем про них. Они свою культуру экспортируют по всем фронтам, от литературы до кино, до какого-то мёрча там, я не знаю. Но не всё переводимо, тем не менее. Довольно много, достаточно даже для человека, который никогда там не был. Вы прямо увидите этот город и сразу поймёте, что вы там уже были восемь раз в кино. Ну, ближе, чем китайцы однозначно. Конечно, да. И ближе, чем европейцы гораздо. Как ни странно, несмотря на то, что географически дальше. За счёт Голливуда? Да, конечно, в первую очередь. Давайте дальше. Терри Пратчетт. Ой, человек, писатель, который лучше всех умеет говорить о грустном и заставить вас улыбаться при этом. Нет, знаете как? Говорить серьёзные вещи. Говорить серьёзные вещи, при этом подпадать их в очень смешной манере. Потому что он на самом деле большой философ, большой исследователь человеческой природы, и весь этот плоский мир, конечно, да, это же на самом деле модель человечества, прекрасная, смешная, населённая всякой там, значит, всячиной. Это абсолютно слепок такой, социологический, антропологический какой угодно. Большой философ. Нил Гейман. Меньше люблю его, чем Пратчетт, но всё равно отличная фантазия. Отличная фантазия и хорошее чувство юмора. Пелевин. Есть два Пелевина. Я имею в виду не нового тёзку, который появился недавно. Есть два Пелевина для меня. Предыдущий Пелевин – это был самый великий писатель русскоязычной современности. А теперешний Пелевин – это человек, который пишет одну и ту же книгу на протяжении, я не знаю, сколько, 10 или 15 лет. Последний хороший Пелевин, по-вашему, это что? Чапаева «Пустота». То есть, всё после этого? Увы. А «Снав», кстати, вам не понравился? Я читала. Я читала. Во-первых, это «Голодные игры», извините, Сюзен Коллинз. Это же то же самое абсолютно. Там даже два мира вот этих нищих. Но мне кажется, Пелевина как-то поостровым не погубит. Да, разумеется, конечно. Ну, он же на то и Пелевин, всё-таки они, значит, янг-эдолт, писатель, который пишет комиксы. Но это фабула одна и та же, увы. И нет. Дело в том, что у меня проблема в том, что нам для того, чтобы читать Пелевина через 5 лет после того, как написаны теперешние книги, нужен будет уже какой-то справочник ключей и комментариев. Мемов. Да, потому что мы не запомним. Это очень сиюминутные вещи, которые не имеют такого значения. То есть жалко микроскопам забивать гвозди, а он действительно высокоточный микроскоп и забивает гвозди сейчас один за другим прям. Сорокин. Безумец. Талантливейший безумец. Пугает меня. А кого бы вы назвали в числе, наверное, топ-5 ныне живущих российских авторов? Пелевин все равно. Есть же вклад. Знаете, как это дают? За вклад в кинематограф, да? За вклад в литературу. Толстая. Петрушевская. Шишкин. Сколько? Четыре? Четыре. Черт. Пятая вакантно пока. Давайте тогда вот в рубрике «Лайк Бунин» про них еще, про Толстую. Очень много любви в текстах. Я знаю, что Татьяна Никитична, допустим, в тех же соцсетях совсем другой образ. Ну да. Но она из лучших, она из действительно сильнейших и лучших прозаиков современных. Очень жаль, что она не напишет нам, судя по всему, больше не хочет она больше написать нам еще один роман. Но ее проза исполнена такой любви и жалости ко всему живому, к нашему всему живому, что это действительно тексты, которые должны войти потом во все вот эти участия. Они останутся точно. Петрушевская – это трагическая актриса, конечно. В ней не погибла, причем оживет и пышно цветет. Трагическая актриса. Ну, талантливейшая, разумеется. Кого я еще называла? Шишкин. Там Шишкин. Я не знаю, как это сделано. Вот объясню. То есть, когда начинаешь писать сам, бывает, видишь, как сделано, а бывает, не видишь. Вот у Шишкина я не вижу. Это комплимент для писателя. Ты не видишь никак изнанку, не понимаешь, как это сделано. Не знаю, как он это делает. Тогда последнее имя в этом лайнапе – Яна Вагнер. Неуверенная. Это, наверное, самое основное. Я не уверена в том, что я все правильно делаю. Почему? Так, мне кажется, полезнее для работы. Все время сомневаться. Если начинаешь думать, что ты Айда Пушкин, все, тебе конец. Расскажите, вы говорили, у вас уже настало время, чтобы что-то рассказать про ваш новый роман, который вы дописываете. Ну, да. Дописываю, конечно, сказано. Я очень стараюсь. Я пишу чудовищно медленно. Он будет готов, я надеюсь, к концу лета, может быть, к осени. И в конце года выйдет. Это история про несколько сотен человек, которые оказались заперты в автомобильном тоннеле под рекой. То есть, они просто ехали, и вдруг остановились, и стало ясно, что выехать из тоннеля нельзя. А это длинный тоннель, несколько километров бывают такие, знаете, большие. И там несколько сотен автомобилей, несколько сотен людей, самых разных абсолютно. Это такая полифоническая история. Очень много персонажей, с этим придется повозиться довольно трудно, потому что они все очень разные. Я обычно пишу про людей, которых более или менее хорошо себя представляю, а тут мне надо прямо вот попрыгать из головы в голову. Они, это такой трибют повелителю мух отчасти, конечно же. То есть, они в панике, они не понимают, что происходит. У них есть, конечно, довольно быстро возникает огромное количество самых разных предположений, исходя из которых они начинают действовать, все по-разному. И вот я собираю это все в такую огромную такую поле для эксперимента и смотрю, как, что там с ними будет. Но звучит как отличная возможность экранизировать это в формате сериала. Да, так и будет. Ну да, мы уже продали права на экранизацию, и параллельно пишется сценарий. То есть, огромное искушение не показывать, чтобы чуть-чуть по-разному все получилось. То есть, но мы на связи со сценаристами, так что книжка, конечно, выйдет раньше, как всегда, но да, кино уже будет. А кроме повелителя мух, чем вдохновлялись? Любые герметические истории такого рода, романы-катастрофы, конечно, да. То есть, это чистой воды роман-катастрофа, да. Ну и при этом это еще... Ну хорошо, смотрите, у Стругацких есть чудесный «Иград обреченный», да. Эксперимент. Там тоже взяты люди, правда, там в чем отличие, там люди из разных эпох у них, конечно, да. Ну это, безусловно, это одна из самых любимых у меня книжек тоже у Стругацких. Вот эксперимент, пожалуйста, да. Что будет делать человек, который вроде бы предполагает, что он приличный, хороший, он будет делиться водой или он задумается о том, насколько ее хватит и что произошло. Он начнет объединяться с кем-то там, кого-то убивать или он попытается каким-то образом воззвать или спасти. Ну, словом, да, вот это вот все. Очень интересно. А вы сами в целом верите в лучшее или в худшее в людях? Я очень верю в двойственность. Это самое интересное в людях. Один и тот же человек никогда не бывает однозначно хорошим или однозначно плохим. Любой человек может в разные моменты своей жизни, как заплакать над котенком, вытащить его из сугробы, отнести домой, спасти, дать денег бездомному или просто, я не знаю, выпрыгнуть на ходу из машины, чтобы спасти собаку или человека незнакомого, сделать для кого-то какое-то, знаете, абсолютно бескорыстное добро, повиной спорыву, например. И он же в другой момент способен либо на целенаправленную жестокость, либо на невольную жестокость, на вспышку агрессии, он может убить кого-нибудь в каких-то обстоятельствах. Я верю в то, что мы способны на все из этого. И у нас вот это все время так колеблется, и вот этим мы и занимаемся как раз, да, пытаемся удержать зло внутри, да, и не дать ему вырваться и каким-то образом поступать прилично. А это очень трудно всегда. Напоследок у нас конкурс. Как всегда, можно выиграть два экземпляра книги моей сегодняшней гости. Это переиздание Ван Гозера в двух томах, соответственно, с подписью автора, которая получит первое. Автор лучшего комментария под этим роликом на Ютубе. Напишите в комментариях, как вам Яна Вагнер. Поставьте хэштег «Лайк Бунин», тоже в таком же стиле, переемко, лаконично, остроумно, самый интересный комментарий, я его отмечу, и мы с вами свяжемся и направим вам книжку, только обязательно еще подпишитесь на меня в Инстаграме, мастридер, ссылка будет в описании, и напишите в своем комментарии еще ссылку на свой Инстаграм, чтобы мы вас смогли найти, с вами связаться. Второй экземпляр получит человек, который репостит к себе на страничку ВКонтакте, пост с этим роликом из моего паблика ВКонтакте мастриды. Сделайте репост, дальше мы рандомайзером, случайным образом подведем итоги конкурса, тоже с вами свяжемся. Яна, спасибо вам большое. Вам спасибо, пока. Это было шоу «Книжный чел», make reading great again. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...